Всем большой привет! Меня зовут Валерия Головенкина, я художник-акварелист, и это видео посвящено тому, что я покажу свои работы, которые я написала с использованием тех красок, на которые я делала обзор, но которые по каким-то причинам мне не подошли. У нас сегодня в программе нашумевшее обновление акварели Ладога от Невской палитры, те пастельные белильные цвета, которые также выпускала Невская палитра, также акварель Малевич, ну и много-много разного всякого трешёва, того, что по каким-то причинам не подошло для моей основной работы. Сразу успокаиваю это, написано не Малевичем, не Ладогой, ничего таким прочим, здесь Дэниль Смит, Рембрандт и что-то ещё, не помню, а, Роса, Роса. Вот, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пробовали ли вы эти краски, о которых я рассказываю. Также, если вам будет интересно посмотреть обзоры на каждую марку, которую я буду упоминать, у вас появятся подсказочки, поэтому, если вы не смотрели, добро пожаловать. Ну, а мы пойдёмте к моему столу, я буду показывать и рассказывать. Этот эксперимент я начала ещё, когда было тепло, и я рисовала на даче, вот в такой коробке я хранила кюветы. Я покажу сегодня две картины на отдельных листах, и потом полистаю блокнот с более декоративными работами. И начнём мы с воды и бирюзовых от Ладоги. Тут они совсем не подходят для самостоятельной работы, потому что вода, несмотря на соблюдение законов воздушной перспективы, кажется очень плоской на мой вкус. Очень тяжело утемнять тон, ну, я думаю, вы понимаете это из-за белил в составе. То есть тон уже как бы такой основной, и играть с ним в тёмную сторону не получится. Поэтому в качестве самостоятельных цветов я бы не рекомендовала. Тут на помощь приходят Caput Mortum и Cascade Green от Дэниэль Смит, иначе бы я не закончила эту работу. И в этот момент я поняла, что эксперимент по тому, чтобы написать всю картину теми цветами, которые мне не подошли и не понравились, немножечко проваливается. Потому что, ну, очень сложно. Переходим на стены, и тут в игру входят коричневые пастельные цвета. Я делала на них обзор, и мне, к сожалению, не понравился ни один из них, ни в качестве самостоятельного цвета, ни в качестве акцентного цвета. Потому что они примерно одинаковы по составу. Они не мешаются друг с другом в какой-то красивый и интересный цвет. Они не смешиваются с другими цветами в относительно приличной смеси. То есть, например, с синими они дают скорее болотную грязь, нежели бы огородный серо-голубой, такой серо-приятный. Была огородной серой. Ими возможно работать только исходным цветом, не меняя тона, не меняя оттенка. Поэтому, да, можно, но мне не понравилось совсем. Я начала брызгать в подсыхающую краску теми цветами, которые я использовала. Это все пастельные, как коричневые, плюс немножко железноокисный красный. Из моей основной палитры немножко сепии, немножко оксид блэка. Ну, я люблю этот эффект в штукатурке, в стенах старых зданий. И поэтому, ну, раз уж мой эксперимент по использованию только ненравящихся мне цветов уже дал такую трещину, уже дал течь, ну, почему бы не добавить что-нибудь действительно хорошее, не порадоваться. Поэтому по домам можно подвести итог, что в принципе неплохо, можно что-то придумать, можно чего-то поднамешать, как-то побрызгать, чем-то спасти эту историю. Но нет, все равно мне не понравилось. А вот в качестве акцентных цветов, кстати, мы вернемся к бирюзовым от Ладоги. Они очень даже неплохие, как акценты на ставнях, ярко-бирюзовые, как брызги в стены, в штукатурку. Ну, в целом, да, можно использовать именно в таком ключе, в таком использовании. Я в целом все белильные плотные цвета именно так и использую, но есть вот эти бирюзовые прекрасные, которые монопигмент. Вы сейчас на экране видите марки и состав. То есть их можно и нужно использовать в качестве самостоятельных цветов. То есть если бы у меня был выбор, скажем так, и я не делала бы такой эксперимент, то я бы с удовольствием взяла эти бирюзовые. Ну, я и беру их, в принципе, в своих основных работах в качестве самостоятельных таких основных цветов для поверхности воды, для волны, для всего прочего. Поэтому да, здесь бирюзовые хороши как акцентные. Именно как акцентные я повторяю и подчеркиваю это, потому что я уверена, что найдутся те в комментариях очень внимательные люди, кто внимательно слушал и смотрел, и будет мне доказывать, что то, что тебе они не понравились в основных, ты вообще-то их неправильно использовала. Ну, нужно как акцентными с ними работать. Нет, вообще-то мы вспоминаем и в очередной раз немножко побомбим на то, что серия «Ладога» была обозначена как самостоятельная серия для обучения. И вот этим вот предлагалось работать как исходными чистыми цветами, как цветами для смесей. Поэтому, ну, как бы совсем-совсем нет. Акцентные, да, самостоятельные нет. Красные я уже использовала из своей основной палитры. И давайте мы сразу договоримся, что людей я рисовать не умею, поэтому тут у меня люди такие очень условные, очень такие смешные, может быть, даже где-то. Но в целом, ну, неплохо, нормально. Вот такая работа у меня получилась. И в целом, все тут то же самое я могу сказать и про вторую картину на отдельном листе с водой. Никакого удовольствия в работе я, к сожалению, не получила. Отражение, ну, в принципе, как бы тоже можно, но тут не поиграешь, не поразбавляешь эти цвета какими-то, например, красивыми зелеными. Мне пришлось брать свои из палитры с домами, в принципе, та же самая история с башней. Тут я использовала серый от Невской палитры, такой красивый серый, тоже из белильной серии. Нормальный серый, в принципе-то, ну, можно его куда-нибудь приткнуть, и я его приткнула, нашла ему при применении, тоже скоро покажу вам эту серию. Но в целом меня не впечатлило, не порадовало, и скорее даже вымотало и расстроило работа этими цветами как самостоятельными, как основными. Ну и мой великолепный, уважаемый блокнот для экспериментов. Я все никак не могу его закончить, чтобы вам показать. Сюда пошли уже все смеси с зелеными и фиолетовыми, вот в частности. Вот эти сумасшедшие фиолетовые, которые не свитостойкие, типа кобальты, но на самом деле они нихрена не кобальты, с зеленым и с какими-то коричневыми в стиле Вандика. Ну и плюс, конечно, розовые из пастельной серии. Здесь вот этот вот зеленый кобальт, который оторви и выбрось в чистом виде, и в смеси с желтыми, и Вандик коричневый, который мне тоже не зашел. Он мне из серии Ладыга, но просто он мне не зашел. И все. Тоже фиолетовые я стала применять. Я не стала их использовать в отдельных сериях. Ну вот тут, пожалуйста, вариации с кобальтом, с белилами и со всем прочим. Потому что я боюсь того, что у этих красок заявлена всего одна звезда стойкости из-за не звезда стойкого фиолетового пигмента в составе. И я не хочу, чтобы мои работы выцвели. Здесь все пастельные коричневые цвета, плюс все желтые из Ладыги. Ну, в принципе, фиолетовые, розовые, зеленый кобальт, желтые, оранжевые, все эти сумасшедшие недокадмии и прочее. Все сюда. Тут тоже такие игрища с зеленым кобальтом и с мемесями его, с коричневым, с фиолетовым. В принципе, так-то цвет неплохой, но, как водится, с ицей глухой, причем в прямом смысле глухой, глухие смеси. За счет большого добавления белил, с этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Здесь уже пошел малевич, ультрамарин, фиолетовые кобальты, недокобальты из Ладыги, оранжевые, желтые тоже из Ладыги. В принципе, в принципе, да, ну так-то неплохо выглядит, и, ну, конечно, то, что оно все меловое, то, что оно все пачкается, это отдельная история. Ну, а от этих набросков, от этих рисуночков для расслабления я абсолютно не ожидала чего-то такого, знаете, чтобы это было вау, чтобы это было классно. Я просто развлекалась, отдыхала, рисовала для себя, для души, без карандашного наброска, без каких-то особых идей и мыслей. И, в принципе, такое применение этих красок вполне оправдано для иллюстративных целей, для декоративных целей, просто чтобы они не лежали, не занимали много места. Итак, друзья, что я хочу сказать всем этим выпускам, всем этим видео, что, в принципе, акварель, которую мы с вами пробовали, имеет право на жизнь, имеет право на то, чтобы ей рисовали и ее применяли в каких-либо художественных целях. Однако важно понимать и осознавать, анализировать, что именно вы собираетесь ей и ею сделать. Потому что, да, некоторые оттенки очень даже неплохо и интересно смотрятся, сочетаются друг с другом. Их можно использовать как гуашь, их можно использовать как какие-то небольшие акцентные цвета, что, в принципе, тоже очень уместно в многих работах. И этот прием практикуют многие мировые, опытные, известные акварелисты, разбавляя свои работы в нужных местах, подчеркивая какие-то моменты более яркими, плотными, белильными цветами. Но, к сожалению, они не применимы в, например, обучении, то, для чего они были позиционированы. Некоторые краски вроде бы неплохо смотрятся, довольно интересно выглядят, имеют необычные, нестандартные цвета, там всякие яркие неоновые розовые, да, вот эти вот сепии, недосепия от Малевича. Да, они имеют право на жизнь, они интересны, но они не светостойкие. Это тоже нужно учитывать в тот момент, когда вы принимаете решение о покупке. Что вы сможете сделать этими красками? Если вы рисуете, ну, грубо говоря, в стол, или же вы рисуете под сканер, или вы просто развлекаетесь, любите порисовать, и никаким образом дальше ваши рисунки не продолжают свой путь, Ну, для вас это просто приятное времяпрепровождение, ничего серьезного, и вы не имеете каких-то особенных требований к материалам, вполне можно. Но если же вы планируете, к примеру, экспонировать свои работы, неважно где, на выставку подаваться, дарить свои работы друзьям, или вешать их на стену у себя дома, или где-то еще их размещать, то, к сожалению, светостойкость красок тоже может с вами сыграть злую шутку. Тем более, если вы собираетесь в дальнейшем продать свою работу, это, мне кажется, самый худший вариант, написать работу, продать ее, и потом выяснить, что она прожила совсем недолго у своего покупателя, у своего хозяина. Это, ну, я бы очень не хотела, например, чтобы так произошло со мной, с моими работами, поэтому я очень сильно бдю, слежу за светостойкостью. Если же вы хотите рисовать для себя, то точно так же, чтобы ваши работы не распространялись дальше в вашей комнате, в вашего стола, вы не планируете выставок, вы не планируете продаж, но вам важно качество материала, вам хочется работать более дорогим материалом, более качественным, то тогда, конечно же, не стоит обращать свое внимание на эти краски просто с целью вашей же экономии нервов и вашей же приятной работы в процессе. Тем, кто учится, тем, кто начинает свой путь, я бы порекомендовала все-таки тоже не обольщаться, может быть, небольшой ценой красок, у которых не очень хорошая светостойкость, которые не очень хорошо ведут себя в смесях, которые вроде бы и неплохие, и все их хвалят, и вроде как они выглядят так, ну, приличненько, да, но у которых, например, странный финиш, которые могут скалываться с палитры, которые засыхают комочками, которые потом могут отвалиться от бумаги, от скручивания, к примеру, да. Да, все здорово, да, они стоят недорого, но подумайте, доставит ли вам удовольствие работа с расколовшимися крошечными кусочками, которые нужно потом размачивать, разминать, формировать из них какую-то приемлемую кашицу для работы, устроит ли вас такой финиш, или же все-таки лучше потратить на 100 рублей, на 150 рублей больше и купить, ну, чуть-чуть более лучший вариант, чуть-чуть более хорошие краски, но при этом сэкономить себе время, нервы, и также, чтобы ваши работы выглядели гораздо более презентабельно. Если же ваша душа жаждет экспериментов, вы абсолютно свободны в выборе материала, которым вам работать. Ну что, друзья, вам большое спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите мне, пожалуйста, на что бы вы еще хотели посмотреть, обзор или подробный рассказ на моем канале. Ну, а я буду с вами прощаться, до новых встреч в следующем видео. Всем пока-пока!